Здравствуйте! От выпуска к выпуску деловые новости собирают мнение экспертов. Представленная информация, возможно, станет полезной именно для вас. Сфера экономики – неотъемлемая часть мира. Актуальные новости – сфера инновации, успехи предпринимателей в социальном направлении, что нового и полезного нужно знать, чтобы вырастить плодовые деревья. Центр инновации социальной сферы, состоящий в структурном подразделении Центра «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии, определил итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года-2022». Мероприятие уже традиционное и с каждым годом становится популярнее среди людей с активной жизненной позицией. Они могут работать в команде и заряжать окружающих доброй и созидательной энергией. Победители получили ценные призы. «Приходят в коррекционную школу дети, они зачастую домашние дети. И для них стресс, когда они попадают в эту атмосферу. Я считаю, что эти дети подготовлены». Почти каждый ребенок, пришедший в школу, переживает стресс, а для особенных детей любые тревоги губительны. У них низкая стрессоустойчивость, отметила педагог Инга Акбаева. На конкурсе в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» она стала победителем. Инга Акбаева руководит домашним садиком «Ветерок». Планирует открыть в нем коррекционную группу. Это ее давняя мечта. Уже более 20 лет она проводит коррекционную работу с детьми. «Работаю уже много лет в коррекционной школе и имею колоссальный опыт работы с такими детьми. Самое главное условие для таких детей – это ресурсные и здоровые взрослые. Это самое главное и первое условие. Дальше мы будем создавать условия, такие, какие потребуются, то есть какие нужны будут именно тем детям, которые к нам придут. То есть если дети с проблемами со слухом, естественно, это будут кадры и необходимое оборудование, которое мы планируем получить, выиграв какие-то социальные гранты. Государство, такая социальная, она для нас будет, конечно же, значимой. Проекты важны, естественно, и для родителей, потому что им тоже важна качественная помощь для работы с их детками. Поэтому я считаю, что мы делаем очень важное и хорошее дело». Сфера дополнительного образования и воспитания детей на конкурсе была представлена наиболее обширно. Всего статуэтками и дипломами победителей были награждены семь человек. К участию в региональном этапе конкурса допускались социально ориентированные некоммерческие организации, субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность, направленную на решение социальных проблем. «Сферы различны. Это и трудоустройство социально уязвимых слоев населения, это и социальный туризм, это реабилитация людей с ограниченными возможностями, это охрана здоровья, спорта, дополнительное образование детей. Заявок было 15, из них всем признал победителей в шести номинациях. Социально-предпринимательство – это все-таки такая устойчивая экономическая модель. То есть, с одной стороны, это все-таки бизнес развития, получение прибыли, а с другой стороны, при помощи этой модели решаются социальные проблемы общества. Учитывались оба критерия, учитывалась информационность, открытость, актуальность проекта, насколько это актуально для нашего региона». Конкурс «Лучший социальный проект года 2022» стал традиционный. Проводится он 8 лет во всех субъектах Российской Федерации. Наш регион не исключение. Региональный этап проводился Центром «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии при поддержке Министерства экономического развития Республики. Идея конкурса – поиск выявлений, популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей. Екатерина Борисова представила программу социального туризма для лиц старшего возраста и стала лучшей в этой номинации. Она уверена, что в зрелом возрасте жизнь должна быть качественной. Екатерина – руководитель серебряного волонтерства. «Это активно растущее в нашей стране движение. Люди старшего возраста хотят и могут внести неоценимый вклад в развитие нашего общества. В этом им и помогает Екатерина. И уже после реализации нескольких поездок она поняла, что находится на верном пути». Уже на протяжении предыдущего года у нас состоялось более десяти поездок. Конечно, мои ожидания оправдались после второй поездки. Эти люди были как настоящая команда. Я поняла, в каких вопросах можно рассчитывать на этого человека, у кого какие сильные стороны. Они сами очень сплотились, поддерживают друг друга, помогают друг другу. Вместе у них возникают свои собственные уже какие-то инициативы. И бизнес-инициативы, и добровольческие инициативы. И, естественно, мы будем продолжать этот проект, потому что он приносит количественные и качественные результаты всё больше и больше людей. Последняя поездка – это уже было три газельки вместо одной, с которой мы начинали». Для победителя регионального этапа всероссийского конкурса проекта в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года 2022» предусмотрен призовой фонд. Достойные проекты смогут побороться за главный приз в федеральном этапе конкурса. Он состоится на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Музыкальная часть стала приятной и заключительной ноткой регионального конкурса. Северокавказстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы. Её проводят в целях мониторинга ситуации на рынке труда. Здесь исследуют такие блоки вопросов, как предложение рабочей силы, безработица и занятость в личном подсобном хозяйстве. Всё это мы исследуем и получаем данные, которые характеризуют ситуацию рынка труда, рассказала начальник отдела организации о проведении переписи и исследований Северокавказстата Кулистан-Шедакова. И вот какую информацию получили по безработице. Мы получили такую картину. Число занятых у нас увеличилось порядка на 10 тысяч человек. Да, это где-то на 5% увеличение. Безработных снизилось на 5 тысяч. Снижение где-то в рамках 18%. Естественно, снизился и уровень безработицы. Он составил по итогам 2022 года 9,8%. Если смотреть в масштабах округа, то наиболее низкий уровень безработицы в Старопольском края 4,3%, а потом уже у нас, в нашей республике 9,8%. Остальные регионы, они так повыше и в целом по округу уровень безработицы составил 10,3%. Животноводческий комплекс Реа фирмы «Сатурн» увеличил поголовье крупного рогатого скота. Реализация проекта стартовала в феврале 2018 года. И в ноябре уже этого года осуществлен ввод объекта в эксплуатацию. Тогда была завезена первая партия нетелей из Дании – 475 голов. В 2019 году еще 442 головы. На текущий момент фуражное поголовье крупного рогатого скота составляет 1300 голов. Порода коров – галштинская, которая является одной из самых крупных в молочной продуктивности. Отличается высокой адаптацией к различным климатическим условиям, а также стойкостью к заболеваниям и чистоплотностью. Племпродуктор планирует расширение фуражного поголовья к январю 2024 года. Отгрузка зерновых и масленичных культур из Корчаева-Черкесии продолжается. Для того, чтобы выводимый товар не вызвал замечания, его проверяют специалисты Россельхознадзора. Как оценивают качество кукурузы и какое количество планируют отправить и куда – сейчас мы узнаем. Что это за интересный такой прибор? Это щуп для отбора образцов зерна из глубины кучки. Для определения качества зерна из партии берут небольшую часть для исследования и анализа. Отбор образцов производят строго по ГОСТу. Пробы со склада хранения кукурузы берут точечно. На площадках при высоте насыпи до полутора метра берут горстку зерна в пяти точках, засыпают в пакеты и запечатывают. Проба будет направлена в лабораторию для экспертизы карантинно-фитосанитарного состояния продукции. После проведения экспертизы на эту продукцию будет выдано заключение о карантинно-фитосанитарном состоянии под карантинной продукцией. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора контролирует отгрузку свежих овощей, зерна, пшеницы и кукурузы из Карачаева-Черкесии. После того, как установят соответствие продукции фитосанитарным требованиям, в лаборатории оформляют карантинный сертификат. Количество заявленного зерна на отгрузку составило 1200 тонн. Её направят в Астраханскую область. Урожай кукурузы в этом году собрали более 400 тысяч тонн. Это хороший показатель. С января этого года, с начала года, с республики было отгружено около 18 тысяч тонн зерна. Также были отгружены 4000 тонн зерна пшеницы и около 3000 тонн свежих овощей. По предыдущим отгрузкам нареканий со стороны Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории не было. И, скорее всего, оценка качества нынешней пробы кукурузы будет положительной. Так как в данном амбаре соблюдена технология хранения зерна. В помещении учтены влажность продукции и окружающие среды, температура массы и температура в хранилище. А самое главное – доступ воздуха. Сотрудники регионального филиала Россельхозцентра на своей территории создали мини-сад интенсивного типа. Помогали им в этом деле специалисты из Ставрополья. Ранее между ними был подписан договор в реализации саженцев через консультационный пункт Россельхозцентра. Кто еще принимал участие в создании плодового мини-сада? На что стоит обратить внимание, выбирая саженцы? И какую цель преследуют организаторы? Об этом подробнее. То яму надо выкапывать 25-30 сантиметров. Между рядами, а между деревьями 60 и между рядами 2 метра. У нас сад есть дома, там сажаем, каждый раз заменяем старые на новые. А ты уже знаешь, как за ними ухаживать? Ну, особо нет, но вот учусь, поэтому поступил, чтобы научиться, знания получить. Потом уже в дальнейшем самому ухаживать. Сейчас отец. Ахмед Нагаев пока еще студент агрономического факультета Северокавказской государственной академии. Он только на первом курсе, но уже имеет опыт работы и в саду, и в палисаднике. Помогая отцу учиться ухаживать за растениями, выполнять определенные обязанности. И в этот день вместе со своими однокурсниками получил практический опыт, как подобрать сорт и разместить дерево на площади. Шанс есть либо научиться, либо сейчас отказаться. Притаптывай. Хорошо, сильней. Раз агроном, сильней. Также важно, какая почва на участке. Яблони любят дерново, подзолистую, лесную, серую и черноземную почву легкого состава с нейтральной реакцией. Посадку саженцев производят на южной стороне участка вместе, защищенным от ветров. Сажается во внутреннюю сторону от столба. И когда оно будет разрастаться, оно будет в ту сторону. То есть не повредит она линия. Имеется вот капельница в эту сторону. Из года в год интерес к садоводству в нашей республике растет. Конечно, главной целью, как и в любом бизнесе, стоит прибыль. Но без любви к этому делу невозможен результат, поделились садоводы, рассказывая об особенностях работы с деревьями. Реализация республиканской программы по выращиванию мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств Карачаева-Черкесии оказала финансовое обеспечение затрат на их закладку. Есть много желающих, кто хочет получить консультацию в создании плодового мини-сада у себя на участке и приобрести сертифицированные саженцы, гарантирующие в будущем получение качественного, хорошего урожая. Наше предложение было тепло воспринято и сверх того они предложили нам заложить мини-демонстрационный сад, чтобы каждый приходящий к нам мог не только купить, но и своими глазами увидеть, что ему продают. Этот опыт у нас будет первым. Садами интенсивного типа мы не занимались, хотя, безусловно, у нас есть агрономы, которые в теории знакомы. Мы хотим сделать такое садоводство, приглашать сюда тех, у кого они высажены, приглашать специалистов сады Ставрополя, будут наши специалисты, где будут им показывать правильную обрезку, правильную подкормку, защиту от болезней, вредителей. И будет иметь практическое применение для жителей нашей республики. Высаженный мини-сад вместе с будущими агрономами станет маленькой копией садов Карачаева-Черкесии, инвестиционного проекта садов Ставрополя. Общее количество яблонь – 120. Три разных сорта. Если постоянно заваливает работа и домашними делами, возможно, стоит пересмотреть подход к планированию. Управление временем – целая наука. В этом деле поможет тайм-менеджмент. Для этого разработаны разные техники и удобный инструмент для управления своей жизнью. Один из них – принцип девяти дел. Это максимум, который мы себе обещаем выполнить за день. Среди них как крупные, так и мелкие задачи. Для начала выбираем одно самое большое и не терпящее от плагательства дело. Оно будет основным и обязательным к выполнению. Далее выделяем три задачи средней тяжести. И еще пять задач, которые не требуют для реализации много сил, времени и энергии. Также важно помнить, что помимо определения дел на день у каждой из нас есть свои биологические часы и пики формы. Считается, что самое важное и большое лучше делать в начале дня, когда мы еще полны сил, бодры и настроены. В любом случае, каждый человек знает свои собственные биоритмы. Поэтому не обязательно ориентироваться на большинство людей, а делать так, как удобно. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова